Азербайджан, Литва, Украина, Беларусь и Россия. Молодые исполнители в возрасте от 12 до 24 лет с разных уголков мира примут участие в масштабном конкурсе. А напутственную речь на торжественном открытии произнёс от представителей администрации города, исполняющей обязанности председателя Брестского городского совета депутатов Валерий Тарасов. Пусть данная музыка воздохновляет на благие дела, побеждает профессионализм, умение и вдохновение. Разрешите мне от имени Брестского городского исполнительного комитета, Брестского городского совета депутатов открыть третий международный конкурс пианистов имени Святослава Виктора. Великого пианиста XX века любил слушать весь мир без исключения. Он виртуозно исполнял произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского и многих других композиторов. Именно они сыграли важную роль в его жизни. Поэтому и конкурсанты выступят с программой, основанной на вышеназванных авторах. Когда я пришла, я рассказала, сколько раз он был, как он любил публику Брестскую, как он ездил в районы Брестские, как он выступал здесь на заводе, как он выступал в институте педагогическом, как он выступал в музыкальном колледже. Мэру города, который только тогда пришел в 2015 году, Александр Степанович, он послушал, выслушал все и дал добро, очень радостно согласился. В жюри международного конкурса вошли знаменитые в современном обществе пианисты. Так Вероника Витайте, уроженка Литвы, отметила, что для нее счастье в проведении такого уникального мероприятия в Беларуси. Атмосфера, царящая на конкурсе, очень теплая и дружелюбная. В конкурсантах будет оценивать талантливость и одаренность. Я влюблена. Ну, в первую очередь, наверное, не в город, все-таки я скажу, буду честной, я влюблена в людей. Потому что самое главное, это, конечно, город, архитектура, все это очень, тоже замечательно, но самое главное, люди. Здесь замечательные люди. Вы очень, у вас есть сердце, у вас есть добро, у вас есть искренность. То, что в нашем современном мире уже стало достаточно не так, часто мы встречаем. Мы встречаем вежливые улыбки людей, которые культура обладает определенной, но это не значит, что они внутренне теплы, а вот у вас есть вот это настоящее тепло, душа. На вечернем концерте в исполнении Таисии Засим прозвучали романцы, которые некогда пела жена Святослава Рихтера под его аккомпанемент. Обрезка исполнительница компонировал Константин Артем. Но не только это могли наблюдать зрители на открытии конкурса. Программа включала различные композиции. Напомним, что выступления пианиста будут продолжаться до 20 марта в камерном зале Брестского музыкального колледжа.